я всех с душой встречаю на своем канале посеем уже вот в таких вот кушках замечательных потому что к нам двигается новый год это у нас будет год кролика кролика кошки это кстати мой год друзья я всех встречаю с радостью любовью на своем канале но уделите мне небольшое количество вашего времени сегодня у нас с вами просто будет но душевный разговор перед новым годом накануне нового года немножечко мы подытожим результат уходящего года друзья вот моя мама царство небесное я сейчас со мной нет она всегда говорила дочка не вспоминай плохое а вспоминай только хорошее друзья ну самое хорошее у меня это то что во первых здоровые прекрасные у нас с мужем дети прекрасный муж дети обустроены живут прекрасно в городе москве все хорошо друзья но мы с мужем конечно одни остались вот когда дочка жила здесь я буду с вами разговаривать и буду сеять мультизелень я ее сею постоянно мы ее все время кушаем она не успевает нас вырастать но и все время съедаем когда дочка у меня была здесь городе оренбурге я от нее не вылазила я нянчила в этих малышей внучат и вы знаете у меня был смысл жизни а когда они уехали до такой степени опустела все вот душа просто опустела сынок у меня давно уже в городе москве и я единственное что я приезжаю к нему раз в полгода ребятишки конечно они растят сами ребятишек от меня помощи особой не было там конечно сваха с ними занимается в основном я рядом с дочкой была потому что дочь была у меня здесь рядышком с нами и я вот что хочу сказать друзья вот мы никогда с мужем детей около своей юбки около своей задницы извини за выражение держали я не понимаю тех людей которые держат рядом с собой ребятишек и с одной стороны я считаю это эгоизм а нам будет скучно нам будет плохо а как наша старость друзья оставьте детей дайте им развернуться их им крыльям пустите их пожалуйста дети пусть развиваются да нам тяжело с мужем одним да как бы тоскливо но мы очень рады что мы поддержали во первых ребятишек было нелегко очень нелегко пробивались сами молодцы достигли всего что хотели а самое главное встретили своих прекрасных вторых половинок у меня чудесный взять и чудесная сноха а знаете почему у меня чудесный взять и чудесная сноха а потому что мы с мужем не лезем в их и семьи вот это друзья самая главная ошибка я считаю всех родителей когда они начинают лезть свой ребенок всегда своя рубашка ближе к телу они могут поссориться они могут поругаться они поругаются через пять минут помириться поэтому мы никогда мы можем единственно что посоветовать просто что мой муж может посадить у к себе около себя сына потому что был такой момент когда немножко со снохой у них не налаживались отношения меня муж посадил и сказал такой девочки ты никогда не встретишь ты посмотри какая у тебя девчонка бог тебе дал там такую половинку дорожи ей но мы сына конечно воспитали очень хорошо в этом смысле он прекрасный семьи прекрасный отец добивается своей цели а дочка у меня дочка это вообще я не могу я когда говорю вы знаете вот она была маленькая она не понимала вот лёша сынок был маленький он был более ласковый он ко мне лез с этим поцелуйчиком мама поцелуй мама поцелуй дочка нет она как-то была более жесткая что ли но ведь сейчас когда она родила когда она сама стала мамой и поняла что такое мать как она меня друзья любит какой любовью она меня окружает когда я приезжаю но я тоже не вмешиваюсь никогда в их семью не вмешиваюсь и доченька тоже молодец трех внучат нам подарила а у сына двое вы представляете какие мы богатые бабушка с дедушкой пятеро у нас ну и я друзья скажу что я наверно хоть я и пенсионерка я какая-то бешеная пенсионерка я вот знаете не понимаю таких пенсионер которые ой меня там кори ой меня там дарит ой меня голова у меня давление вы знаете меня тоже голова есть и давление есть я вообще считаю пока мы живем ну мы наверное живем раз у нас что-то болит на том свете ничего болеть не будет и я стараюсь вообще об этом не думать ну конечно если сильно шарахнет ничего таблеточку быстренько под язык и все нормально я о чем хочу сказать что нужно перед собой друзья ставить цель вот я очень благодарна сыну потому что когда потерялся смысл когда детки уехали он практически меня заставил он у меня блогер и ведет очень много каналов вот несмотря на то что они с дочкой закончили институты не один вот и высшее образование у них но вот он нашел себя именно на youtube канале и он меня давно заставлял мамочка ведь ты так любишь зеленушки несмотря на то что по образованию я медработник друзья я в принципе и в детстве всегда любила вот эти огороды сады цветочки знаете когда я занялась этим каналом кстати спасибо всем вот душевное спасибо всем кто подписался кто меня смотрит кто пишет комментарии друзья спасибо что вы помогаете мне продвигать мой совсем молоденький канал как я переживала друзья первые ролики я не могла никак решиться как я выгляжу что я скажу вот у меня мама педагог да она всю жизнь проработала директором школы у нее развитая речь она литератор все сейчас мне так ее не хватает и я понимаю и представляю как она была бы рада если бы она была жива и знала бы вот что я веду свой канал и язык у меня как помело где-то может быть я не то скажу вот научилась немножко себя перед камерой вести вот этот страх переломила а самое главное друзья я открылась на этом канале я совсем другой человек я увидела себя как будто бы с другой стороны я увидела свою душу что я хотела да я люблю медицину да я люблю людей спасать но оказывается я еще больше люблю землю еще больше я люблю растишки и как это вот вот с этого малюсенького семечки маленького малышни вырастить растения это не просто пойти в магазин купить этот огурец купить этот помидор нет друзья это совсем не то когда ты вот это вот выращиваешь сама а еще больше мне очень нравится дарить вам дарить зрителю тепло я не знаю я как то вот у меня душа открывается и мне кажется все кто меня смотрит они заряжаются как кашпировский второй ну может быть я вот это смешно но на самом деле я чувствую я всех вас чувствую понимаете я чувствую душой и мне так нравится делиться хоть и небольшим опытом пусть я у других блогеров тоже немножечко подсматриваю немножечко смотрю как другие блогеры потому что я же не научный работник я же не ботаник не вот это все это не заканчивало никакого образования это чисто моя моя инициатива и мне нравится учиться потихоньку учиться вместе с вами дарить вам эту радость это сказать что я много целей перед собой ставлю может быть из-за этого я не чувствую старость в душе вы знаете мне как будто 25 вот я себя ощущаю на 25 иногда конечно чуть-чуть меня организм подводит а там спина чуть-чуть как бы растянется но ничего физкультура зарядка согревающая масса и все будет нормально мне друзья все интересно вот если вы внимательно смотрите за моей спиной зайчики сидят вот этого зайчика первого сейчас я вам покажу это он сделал из двух носочков вот это не очень удачный зайчик он смешной у него немножко видите глазки такие ушки немножко но это первая моя работа это из двух махровых носочков я посмотрела у блогера мне так понравилось я что хочу сказать друзья все нужно делать с душой вот душу нужно вкладывать это же ручная работа второй зайчик который должен быть именно таким вот друзья вот зайка этих всех зайчиков это у меня вот шарфик я тоже вязала сама этих всех зайчиков друзья я буду дарить я буду дарить им на новый год это поеду в деревню а вот этот зайка вот это уже моя работа это уже я ни у кого не срезала не училась я просто очень люблю и умею вязать и крючком и спицами я могу связать все абсолютно все просто я могу даже смотреть на эту деталь и вязать вот такой зайка видите он сидит почему-то они у меня немножко грустненькие получились вот хотела улыбающегося зайчика а вот этот вот зайка у меня пойдет к заловке вот моя заловушка которую я очень люблю пойдет вот такая вот зайка девочка она пойдет к заловушке друзья некоторые смотрят а мои друзья и подруги которые умеют тоже вязать когда ты находишь только время друзья может быть у меня его и нету но я нахожу я всегда говорю если человек хочет он всегда найдет время а если человек не хочет он всегда найдет причину чтобы найти и все что вы делаете нужно делать с душой даже вот эти вот малышни я сейчас сажаю я с вами разговариваю и сажаю вот все вот во все друзья нужно вкладывать душу а сейчас я еще хочу научиться вязать макраме очень хочу я подписалась на одного блогера она там такие красивые подвески для цветов делает и я думаю что у меня обязательно получится хотя я никогда друзья не вязала макраме вот так вот я с вами беседовала и вот столько вот насеяла здесь у меня соль это гнет мы сейчас вот это все вот так прижнем и уберем через три дня я это все сниму поставлю под лампу и мы с мужем будем кушать друзья я думаю я заняла немного вашего времени спасибо все кто меня послушал за такую сумбурную речь я с вами прощаюсь ставьте лайк подписывайтесь на мой канал еще раз всем огромнейшее спасибо всем подписчикам с наступающим всех новым годом а я с вами прощаюсь пока пока пока